РАДИК! СУКА! Я, как старпёр, вот я, я, мне в Антипиче вот хватает всего, понимаешь? И тёлочек тоже устраивает всё в Антипиче. Потому что тёлочки другие. Да, да. Не любит уже громкую музыку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Радик, ты нахера это сделал, а? Я один день вот эти вот ключи найду вот там вот, и капец тебе будет. Я так пусть у Citroën спрячу, охренеешь, блин. Кофеёк пью. Ты чё с моими мёдрами пил? В том, что сегодня, значит, мы должны были ближе к вечеру отправиться на установку музыки на Цезаре. Но Тарас Сергеевич вот здесь вот любит бросать свои вёдра. Ну, то есть клизму там Цезаре не на парковку, а вот здесь. И Родиону чё-то надоело. И он, соответственно, тачки взял и переставил вон туда за бруствер, к забору и всё заставил. Я как будто с забором сейчас разговариваю штакетным. Это... Что сказал? Ключи давай. Раунд! Версус автосфера. Раунд! 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 Ваши доводы. Говорит, на! Дает мне два ключа. От машины. Я говорю, Тарас, припаркуй их, пожалуйста. Говорит, на ключи. Там сел в машину, уехал и всё. Ну я с мутным в пэк поехал. В третью машину? Присматриваюсь. Попёрни вас он вообще. Сам туда встал, чтоб не отъехать. Ключи где? Где ключи? Короче, штука безумно интересная, друзья. Вот обожаю, знаете, люблю человеческие трагедии. Пойдём, 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 пойдём. Кстати, друзья, обратите внимание, Drift Commanding Cup, он уже паркуется, знаешь, как на пьедестале. Смотри, это видишь, вот смотри, видишь вот этот след, видишь вот этот след, видишь колёса какие, видишь вот это масло. Это, видимо, всё с него. Ну это Drift Commanding, друзья, практиканты. Ключи где? Где ключи? Я реально ни хера не понимаю, что происходит. Слушай, люди колоссально нравственно страдают. Я бы назвал это, знаешь, просто битва характером. Как мне теперь выехать? Как мне теперь выехать? Просто, значит, некоторые, Радик дай пятюню вообще, красавчик. Некоторые ремарки, значит, ну, Citroën, Радика, извини, я обязан спросить, долго ещё шумиться будем? С такими темпами, да. Это ещё не чё, я чё? Подожди, клизма, значится Цезарь, Цезарь припёрт, понимаешь, ноздри раздувает, не нравится ему. И, как всегда, в самом углу запасная тачка праворукая Радика. Какая-то, какая-то Хонда. Что за Хонда, кстати, Радика? Испа, Хонда Испаер, праворухи. Кстати, хочется как раз о Радике поговорить, как о человеке, который взял и закончил. Где двигатель от Хонды? Венег дай. О, видишь? 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 Здесь другая фигня. В любом автосервисе, вот кто нас смотрит, ребят, я вас уверяю. Где бы вы ни работали, но в любом автосервисе есть обязательно какой-нибудь корч, который скоро построится. И это скоро построится, длится уже года 3-4 с момента открытия сервиса. Я тебе могу на пальцах посчитать, сколько здесь корчей стоит, понимаешь? Корч раз, корч два, корч три. А, кстати, вот это, это не просто Нива шовинистая, это шовинива только на заднем приводе этого момента. Да, переднем привода вообще нету. Так вон третий, еще наших корчей тут сколько, понимаешь? Ключи от него утеряны, если что, можешь не искать. От кого? От него? От Неваса? Да, не выгонишь просто. Я понял. А, братик, а как мы уедем? А почему нет, а что я вписываюсь? По доброй традиции разомнем яйки, Ситроену. Отстань от машины, отстань от машины. Подожди, я уже пожалел, что за тебя вписываюсь. А как мы уедем? Как, как? Каком? Где ключи? Ключи тут в радиусе буквально метров двух от твоего автомобиля. А, то есть ты их слышал? Будь так любезно, поищи. Руколь уж приехал в автосервис и отдал мне ключи лично. Никогда больше, никогда больше тебе ключи не дам. А вот твои ключи найду, пизда Ситроен. Мои ключи у меня всегда, вот именно поэтому ключи у меня всегда с тобой. О, мир автомобиля, привет. Да, привет. А, я тебе дал эти, вот эти вот висюльки, попросил меня, говорит, дай мне. Изначально я тебе их дал, а он меня попросил. Нет, я когда, нет, когда они у тебя были, я тебе сказал, дай мне Радик попросил. Родионыш сказал, попросил, дай ему, потому что у него таза и... Суки. Я надеюсь, сейчас кто-нибудь из этого хотя бы мемасиков сделает. Суки. Ради. 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 Металлодетекция, где это, бля? Пи-пи-пи-пи. Как он? Ну что ты делаешь-то, бля? Ну иди в кусты. Тут еще меня в кустах не было, блин. Давай, давай. Ради. Ключи. Ключи лежат на колесе. БМВ. А, он бы ключа на колесе? Нет, один. Ищи, ищи. Давай. Нормально? Ищи, несы. Будешь еще тачки так марковать, как этот самый? Принципиально да. Да. Вторые ключи у Дедушки Мороза на санях лежат. Саня! Ёпреста ты. О! Ты что, серьезно, что ли? Саня, саня. А, ребят, значит, все по поводу корчей. Дело в том, что здесь есть еще один корч. Это корч, мы назовем его Саней Алексея Михайловича. Вот он. Короче, было время, когда мы осуществляли выезды на санях с буминцами. Со всеми такими штуками. Вполне возможно, что и тебе привозил Дедушка Мороз подарки на этих санях. Возможно. Возможно, так, здесь... А, о. Бонус. Смотрите. Это квест! Нормально? Сергеич? Да? Ты нашел ключи? Нет. Вообще никаких? Нет. Вообще. Блядь, тут столько мест. Толстую задницу не пролезет туда, где они лежат. Понял? Так, я бы про толстую задницу еще бы это. Давай, давай. Смотри, снимай, пожалуйста. Вот, видишь, пошли маневры, так сказать. А? С толстую задницу, вот тебе. А? С той стороны? У нас сегодня мозгов хватит IQ, так сказать. Делаем ставки. Смотри, у него точно сзади спорешивают. Найдет здесь сексов? Ключи сейчас. Ха-ха-ха! О, ха-ха-ха! Не, у него отлично жопу перевернут. А, из-за мои ключи. Ну, ты капец, ты поищу мне в пустыне. Ищи, ищи. Ты очень близок. Тепло, 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 тепло. А, тебе в тепло? Да, точно тепло? Да. А? Это пукан сейчас горит? А если буду там, то что будет? Не знаю. Холодно? Ну, ты добери сначала. холодно я могу тебе помочь я так сказать используя 4 и близость к мастеру автоспира нашел тебе ключ от цезаря ты не поверишь где там не в станях алексея михалыча так подожди но это мне ничего пока не дало ну я хочу сказать как форте бояр ты должен собрать еще три ключа паспорту а где кстати травник он вполне сейчас подошел бы для паспорту это логично холодно 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 ну что ты будешь делать вот и плоти 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 горячо куда ты пошел да где а на клеся ради убирай ситроена клизма уже в дтп было я сейчас не постесняюсь поцарапать тебе автомобиль давай лучше хорошая алькаром пожалуйста а то стр громко будет цифра случались цифра карааааа а pro бюро да кстати об этом не подумал что за залезть но на машину не закрыл а ты думаешь это сейчас проблема что он ее не закрыл сюда не влезть надежно да тяжело спорить миша не идет не проезжаешь проезжаешь давай смотри наглухо тонированные скотина мне кажется это оптический обман а теперь только оттуда да я попался давай да ё-моё ох и дурак же ты каком-то фильме было масло надо в коробке кстати в они считают слушай теперь закапываю как собака не это он откопал как собака вот так клизма здесь должна стоять и центр тоже отлично есть ряд ремарок мы обязательно сейчас все-таки поедем поедем ставить музыку к замечательным ребятам кстати у этих ребят мы ставили господи клизму на музыку на клизму музыку но есть некоторые ремарки ты не боишься что но все-таки это же ну цезарь это же bmw да несмотря на то что сейчас ухта коробочки то пахнуло помнишь что великое видео когда ты говорим может быть завод bma возьмет меня испытателем коробки такой вот я чувствую песню испытываю судьбу да ну а я по-прежнему все-таки мне бы очень хотелось чтобы понимаешь здесь какой-то маффин появился левый еще это же old school я я смирился с суппортами hello kitty здесь hello kitty и здесь hello kitty с этим я смирился смирился хрен с ним с ним но ты же сюда еще сабвуфер ты еще планку то не привернул нормально она и вообще оторвется от сабика ну чем-то же надо жертвовать просто выражение лица у меня фейспалм так не сделать понимаешь камера ты камерой в лоб бах да беда радик мы поехали да поехали 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 сажиться поехали антипыч вот там хорошо стоит аккуратно пока так опа так цезарь ты попал в руки понимаешь секси мэну это понимаешь тебе только плюс только не газу и парней закидать аккуратненько сейчас так клизму спрячу родная мама не найдет потому что звука не хватает слышу звук мотора отелочки значит говорят игре 3 в призме то лучше было я в смысле клизма лучше чем гарантия чем bmw клизма так не едет они говорят нет нам нужен звук как внутри понимаешь что современные современные в общем по нашему опыту установки музыки в частности на клизму значит ребята из легенд авто показали себя как вообще зарекомендовали себя как супер профессионала потому что несмотря на перебои со всяким с электричеством и прочим 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 в клизме уже много чего дохло а музыка еще нет ни разу на самом деле хорошо поставили и поэтому как бы тарас сергеевич грит хочу в т.д. я как старпер вот я мне в антипичи вот хватает всего понимаешь и телочек тоже устраивает потому что телочки другие да не любит уже громкую музыку вот отелочки тарас сергеевича как там они требуют ростите меня на танцпол пьяным подвигаться тарата тарата или как там еще бар 2 лизбухи да да что то там ящик не ну я реально вкатывает вкатывает музыка вкатывает еще словечки такие используешь вообще больше словарность дали вообще брата ли вообще варю переворачиваю переворачивайся как вертушку бы нам думает от моя родная русский язык а вот да твоя родная русский язык она ехала отправимся в легенд авто оставить звук на кстати по секретной технологии но это чуть позже секретные технологии вот и там говоришь что так всяк а это сейчас попозже расскажу как это будет тебе понравится там я за счет чего переживают а когда мы вернемся как ты думаешь я вот парадик увидел что он наточил топор войны куда он к лизму день черт его знает хочу ключи не забрал ладно доедем в питере кстати он небеса плачет небеса пацаны легенд авто крепитесь мы едем у вас шнурок развязался тарас сергеевич уже исправил добрались питерская погода макс я вас категорически приветствую мега-мега-мега помните этого мощного бородатого мужчину кстати музыка на клизме работает до сих пор мы старались да да вот если бы вы так еще постарались сделать клизму она бы тоже наверняка бы еще работала кстати клизму продается не интересно даром не нужно благодарю вас спасибо спасибо в общем как вы поняли мы все наверняка узнают это прекрасное помещение но теперь так сказать в этом помещении находится непосредственно сам цезарь а в цезарь до слова этого не побоишь тезисно про то что будет установлено макс если можно понимаешь потому что я как всегда скептика этому лишь буду басила непосредственно да да принципе по системе ничего сложного передние двери мы ставим акустику фирмы фокал то есть все по штатным местам без изменений извини просто не 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 разделяете два слова не разделяя одно слово на два все спасибо ну то есть я я просто не силен в бренде ценители бренда тебя не поймут это то есть нормально это очень хорошая акустика подожди французы что это француза французы и что это я максимум макс прости пожалуйста я хам буду слиться вставить включать свой фокал ох счастье в комментариях наставляют а пистона ради бога не все время тебе вставлять на жизнь так-то да прекратить прости мы своими тупыми шутками отвлеклись до акустика у нас стоит на штатные места на штатные провода без изменения конструкции да да с сохранением дизайна и штатной проводки вот это ты понял все а ты не как в клизме все заново нет здесь все культурно все все музыкально а вот что значит бмв понимаешь уже по штату нормальные провода лежат во первых и по штату и это мое желание исключительно чтобы не трогать штатную проводку потому что когда начинаешь дубасить на цезаре он тебе громкость подбавляет ну да поэтому это важно и это хочется без изменения не будет штатной штатная голова штатная голова никакого колхоза музычка впереди будет обновлена колоночки также будут установлены пищал очки в штатные места сейчас то яма ну ладно с названием разобрались а как впихивать смотри они же большие то есть куда вот эти пищал очки у нас они разбираются и становятся вот такими вот супер маленькими поэтому вот эти вот небольшие сеточки они можно пойдемте к сеточкам сходим я давно хотят к сеточкам тем более вот бокал сеточки а вот сюда или конечно конечно я понял я все понял подождите вы должны цены а я насколько знаю вот в сорок шестых кузовах очень как бы беда бедовая с местом под вообще под акустику по динамике поэтому также пометбас у нас выбран очень компактный вариант сейчас могу что демонстрируем он с малой посадочной глубиной с хорошим уровнем чувствительности что вам позволяет хорошо добиться хорошей громкости от мощности магнитола без добавления каких-то внешних по-другому я могу я могу еще как посмотрел улево каких-то такие вот ты ринс ты не знай я помню но это но у просим акцию по прежнему скептис это реально до хороших на до океев и в киеве цитаре говно не ставлю Да? А как же задние стиленблоки Богу Янг? Не Богу... Какие? Где здесь? Какие Богу Янг? Какие Богу Янг? Огстись, ты чё? Вспомни, какие Богу Янг? Продолжим. Нет, я по-прежнему. Помните видео про стиленблок сексолога? Помните, какие он купил. Всё, давай продолжаем. Для установки медбасика в дверь сначала будут установлены такие колечки проставочные. Они покрасятся краской, чтобы не впитывать воду и чтобы эта конструкция прослужила у нас долго. То есть, вот это колечко мы закрепим на двери и потом сюда у нас таким вот образом встанет динамик. То есть, глубина небольшая, стеклоподъемник помешать не будет, обшивочка встанет на место без проблем. То есть, все эти моменты мы заранее учили. Хорошо. Провокационный вопрос. Да. Усилок куда? Усилитель в этой системе будет только на сабвуферный динамик. А, стоп, подожди, штатного мафа нахватает, да? Да. Биндавую, потому что. Не-не-не, у тебя такая же. У меня другая. Ну, да-да. Такая же. Такая же. Окей. Смотри, как всё аккуратно. Макс всё сложил обратно. Конечно, конечно. Знаешь, что меня сейчас радует? Что? Ты эти динамики не трогаешь. Что я? Эти динамики что? Ну, не трогаешь. Ну, то есть ты его опять хапуешь на чём. Это потому что. Так. Усилитель фирмы Кикс. Это моноблок. То есть у него рассчитан усиливать наш сабвуферный динамик. А? Что? Сабвуферный динамик. Буф. Буф. Ага. Ага. Чуть пони. Не плохо. Обычная. Вот такая вот штука. Ага. По поводу её размещения. Посмотрим. Возможно, у нас встанет он на заднюю полку. Ага. Возможно, он встанет на спинку задних сидений. Ага. Вот. Аккумулятор в этом автомобиле у нас находится сзади. Поэтому... А это, кстати, плюс. Да. Плюс в плане... Мы не дербаним салон, чтобы протащить наш силовой кабель. Мы используем небольшой его кусок для... Вот такой. Окей. С этим я понял. Так. Это сеточка. Это защитная сеточка. Да. Это сиденье от BMW X6. Да. Значит, это вот коробок на сабих. Да. Это, соответственно, коробок. И в коробок будет вставляться вот этот двенадцатый блинчик. Так называемый. Двенадцатый блинчик. Потому что в клизме тоже двенадцатый блинчик. Смотри, какой блинчик. Слышите? Видал? Меломан. Что? Открой-ка багажник. Габашник, да вообще? Давай. Опачки, менты. Почему менты? Ну, не менты. Лежачие полицейские. Называется в этих рамках. Да. По-прежнему еще с посещения Иван Валерьевич. Иван Валерьевич, привет. Рюмка Цезаря. Да. Рюмка наделываться будет. Шайба есть просто. Это мы, короче, смотри, Макс. Это мы ездили газ ставить. И вот, да-да-да, если ты понимаешь, да, это крепление запаски. И поскольку BMW называется Цезарь, мы придумали, что это рюмка будет Марко Бруто и Тарас Сергеевич будет из нее пить кофе. Кофе. Я масло буду подливать в нее. Да-да-да, тогда можно не мыть. Ну, в смысле, надо-надо. Да. Соответственно, коробочек туда. А запаска? Запаска туда. Куда-туда? Туда. Куда-туда? Рядом. Да хрен там. Не хрен там, а рядом. Ты посмотри коробок, он не влезет. Влезет. Не влезет. Ну, спущу шину. Давай попробуем. Спустить шину? Нет, ну, запихать. Ну, давай. Смотри, Макс уже задумался. Пожалуйста, я... Юргий Александрович, мне все так же нельзя. Мне все так же нельзя. Это барбеты, они легкие. Мы с Максом принесем короб. Да. Меня отчистит уже. Нормально. Оп. Какие-то пожитки достал. Так, кстати, не тяжелый на самом деле. Вот это забота, а. Сейчас, подожди секундочку, пожалуйста. Ну, давайте, господи. Я лечу. Это барбет. Рига. Рига. Это да. С этим я закрасил. Ну-ка. Оп. О, с этим в натуре лег. Так. И? Другие мои. Пробуем. И чпоньк, и чпоньк, и чпоньк, и чпоньк, и чпоньк, и чпоньк, и чпоньк. И что? Ооо. Ты хочешь, кстати, не влезет запаска? Нет. Тебе продемонстрировать? Да. Мне кажется, не влезет. Мы поставим сеточку защитную, поэтому его можно будет вот вот грузить. Ну да. Да. Проблема. Спущу. Спущу. Реально спущу. Это очень хорошо, что ты в туалете спускать научился. Понимаешь? Хорошо, что ты начал запугадать. Ай, 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 ай. Это предчувствовало повреждение на автомобиле. А, спасибо. Спасибо. Да, ну надо описать повреждение все. Обязательно. Ушиб всего Цезаря. Да, и руки еще. Ну нормально. Окей, что, вполне себе, да. То есть будет дубаст как клизма. Добрый. Будет более музыкально. Более музыкально. То есть такого уровня громкости мы не добьемся. То есть мы добьемся хорошего чистого звучания на умеренной громкости. А, вот так, да? Да. Стареешь? Нет. Знаешь, почему этого будет достаточно? Потому что материалы, которые использованы в Цезаре, они шумопоглощающие и очень хороши. И когда будет музыка играть, у меня не будет там всяких эхо и так далее. Ну если б я в газель поставил бы такое, это было бы не так. А вот буквально полгода назад ты б такого про Бэйвы не сказала. Все. Попричали. Не боли хату. Окей. Ладно. Ништяк, ништяк. Сколько уйдет, ну, по времени, на качественную установку там? Мы возьмем запасом два дня. Два дня, да? Да. Огонь. Два дня. Да. Подрос. Тарас Сергеевич. Ну, так сказать, я хочу сказать, что подрос над собой. По той простой причине, что теперь как бы ему главное… Привет. Привет. Что это у вас за палка? Это топор. Это мой штатный топор. Штатный. В комплектацию, видимо, входил. А какая у тебя машина? У меня Ситраин. Ситраин. Твитрин. Любишь боевые? Я понял. На два дня. За два дня справиться, Легенда Авто. Заберем пирожок. Значит, шутки шутками, но опять же, Тарас Сергеевич растет над собой, то есть теперь ему важно не просто бум-бум, а качество. А качество стоит денег. Да. Опять же, BMW. Поэтому мы как бы вновь приехали к Максу, Легенда Авто. Спустя два дня посмотрим, как это все. Послушаем, вернее. Послушаем, как будет играть. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Ссылки на Легенд Авто на Макс будут в описании. Можно получить консультацию и так далее. Помимо прочего, сейчас поедем обратно в автосферу. Попробуем найти клизму. Ну, я тебе говорю, как бы уезжали ради такой ух. Он просто чувствует, что готовит сюрприз. Понимаешь? Такой готовит. Тонировку ему сниму. Да. В общем, всемире добра удачи. Если видео продолжится, значит, Радик сюрприз приготовил. Пока, друзья. Пока. РАДИК! Сука! Это ж кофт с Равникова он не заводится! Сука! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова